45 новых объектов, 45 возможностей для подъема экономики и улучшения жизни граждан республики. Школы, предприятия, заводы, лаборатории. Одновременный старт дан 45 объектам по всей стране в рамках празднования 25-летия Баткенской области, а также столетия Каракрыгыской автономной области. Четверть века исполнилось самой молодой области Кыргызстана и четверть сотни новых объектов стали подарком к важной дате. Предприятие электрических сетей – одно из 25 открытых в области. Трехэтажное здание рассчитано на две сотни сотрудников. Современное оборудование, мастерская, столовая, общежитие. Стоимость проекта – чуть более 187 миллионов сомов. Для нас важно, чтобы новые здания были качественными, полностью оборудованные мебелью и необходимой техникой. Мы хотим хорошие условия для работы энергетиков в Баткенской области. Если сотрудникам будут созданы хорошие условия, у них будет качественный подход к работе. Следовательно, это будет влиять на качество обслуживания абонентов. Также в Баткенской области в этот день открыли по три швейных цеха, спортзала и парка, по две школы, детсады и логистических центров, а также лабораторию, жилые дома. Открывая их онлайн, глава Кабмина Каубик Джапаров отметил, что это продолжение тех ста, запуск которых приурочен к столетию Каракыргызской автономной области. Все строящиеся объекты реализуются под руководством главы государства. Вы стали свидетелями того, как в последние годы активно идет строительство объектов по всей стране. Хочу поздравить жителей Баткенской области с этой знаменательной датой. Пусть новые объекты послужат дальнейшему повышению уровня жизни населения. Деятельность Кабинета министров сегодня направлена на поддержку региона и реализацию проектов, которые будут содействовать его процветанию. Новые объекты создают новые возможности для жителей области и способствуют развитию региона в целом. Поздравляю всех с этим знаменательным событием. В Ожской области в этот день открыли 10 объектов. Три из них – производственные предприятия, пять образовательных учреждений и два медучреждения. В Центре семейной медицины номер один сдали в эксплуатацию дополнительный корпус, в котором будут оказывать помощь 30 тысячам граждан. Такой же построили и в соседнем Аильном Аймаке в Центре семейной медицины номер пять. К счастью, за последнее время у нас происходят хорошие события. Месяц назад нам повысили заработную плату. Лично у меня зарплата увеличилась на 10 тысяч сомов. Также нам построили новый корпус. А это школа в селе Сарыта Шалайского района. Объект рассчитан на 150 ученических мест. Сметную стоимость оценивают в 122 миллиона сомов. Другую школу открыли в селе Джанарыт Карасуйского района. На строительство объекта из госбюджета было выделено 75 миллионов сомов. Рассчитана школа на 275 учеников. Два детских сада открыли в селах Кашкасу и Джекинди Чон Алайского района. Третий детский сад сдали в эксплуатацию в селе Дусту Караванского района. Дошкольное общеобразовательное учреждение открыли в здании бывшего Элукмату. Рассчитано оно на 60 детей. Также в Ожской области в эксплуатацию сдали три предприятия. Два из них – швейный цеха. Их открыли в Наукатском и Караташском районах. Так, рабочими местами обеспечены 60 граждан. Очень рады, что девушек и женщин нашего района обеспечили рабочими местами. У нас здесь уютно, есть необходимые условия для работы. А это углеперерабатывающее предприятие в Узгенском районе будет перерабатывать 200 тысяч тонн угля в год. Постоянной работой обеспечены 140 граждан. В селе Арстанбаб, Атаах, базар Кургонского района Джалалабадской области сдан в эксплуатацию новый детский сад. Там остро стояла проблема нехватки дошкольного учреждения. На строительство объекта было выделено 47 миллионов сомов. Также в области открыли спортивный зал в общеобразовательной школе номер 34 в селе Джазгак. Это современное здание со всеми условиями будет способствовать развитию спорта среди молодежи. До конца года в области будут сданы еще пять объектов. В Нарынской области введены в эксплуатацию две системы водоснабжения, один фельдшерско-акушерский пункт. В прошлом году в селе Джанаджел Кучкорского района началось строительство системы водоснабжения. На реализацию проекта было выделено 68 миллионов 265 тысяч сомов из госбюджета. В результате каждое хозяйство в селе теперь обеспечено питьевой водой. Вода подается из источника, расположенного в километре от села. Кроме того, насосная станция перекачивает воду, обеспечивая чистой водой 200 домов в селе Джанаджел и около 20 домов в этом районе. Проблема водоснабжения решена и в селе Ортона Снарынского района. На общую сумму 28 миллионов 298 тысяч сомов построена новая система, которая обеспечивает более 100 домов питьевой водой. С подключением воды жизнь стала гораздо легче. Мы сразу же подключили стиральную машину. И теперь не придётся носить воду домой. Новая система водоснабжения значительно облегчила бытовые заботы, позволив уделять больше времени семье и другим важным делам. А в селе Ортона Снарынского района был открыт ФАП. Новое здание построено за 5 миллионов 200 тысяч сомов. Медицинские услуги смогут получать около полутора тысяч жителей. В Акназаровском аильном округе Таласской области после реконструкции открыты каналы Кызылджар и Джалпактыл. Благодаря чему водой снабжены 15 тысяч гектаров Бакаятинского района. На реконструкцию системы было потрачено 111 миллионов сомов, было забетонировано 3 километра канала. Джалпактыл – из 700 метров канала Кызылджар. Также заработали и автоматизированные системы. Это водораспределительное сооружение обеспечивает поливной водой более 15 тысяч гектаров земли в районе. Оно значительно улучшает поливную систему. Важно отметить, что в 2024 году на ремонт ирригационной системы в Таласской области государство выделило 121 миллион сомов. В Иссыкульской области одновременно сданы в эксплуатацию четыре объекта. Важный объект, который обеспечит жителей села Теплоключенко, а это порядка 23 тысяч человек дополнительной электроэнергии, Малая ГЭС на реке Аксу-Валмалу. Проект, начатый в 2022 году мощностью 2,4 мегаватт, будет производить 16 миллионов киловатт-часов электроэнергии ежегодно. Кроме того, с открытием ГЭС появились рабочие места для шести человек. Мы сегодня проинвестируем денежных средств в гидроэнергетику, малую энергетику, большую энергетику, то зимой никогда не будет отключений. Наши люди будут жить счастливо в том плане, что у них будет есть приготовить пищу, что она не будет пользоваться такими ужасными экологически грязными продуктами, выбросов, как уголь, который они жгут, покрышки, другие какие-то вещи. Следующий объект – это завод по производству перлитов в селе Джанары, Коксуйского района. Проект был разработан местным предпринимателем Нурдином Супатаевым. Общий объём инвестиций составляет 22 миллиона сомов. Наша продукция имеет множество вариантов использования. Её можно использовать и как отопительный материал, и в сельском хозяйстве. В селе Тюб сдан в эксплуатацию медицинский центр на четыре отделения, 60 коек. Общая стоимость строительства – 88 миллионов сомов. Источник финансирования – республиканский бюджет. Все отделения обеспечены необходимым оборудованием. Оснащение в операционной, аппараты искусственной вентиляции лёгких, всё современные и новые. Палаты, где лежат больные, тоже хорошие и со всеми условиями. Запущено также канализационно-очистное сооружение в Балыкчи, что позволит обслуживать до 80 тысяч жителей. Мощность – 4200 кубометров в сутки. Сумма инвестиций составила 9,5 миллионов долларов. Эта станция будет совершать три вида очистки. Первая – механическая, вторая – биологическая, третья – ультрафиолетовая. Теперь очищенная вода соответствует всем стандартам. Это лишь часть работы, которая проделана для улучшения социально-экономических условий республики. Ранее ко Дню независимости были открыты 100 промышленных и 100 социальных объектов по всему Кыргызстану. Елена Ткаченко, Азамат Кадуртуктоев, Аллато 24. Итоги недели.